Что ж, этот момент настал. Мы прошли сквозь тернии багов, начиная от первых лет 21 века, чтобы явиться сюда в наше время. А что? Блядь. Закатываем губу обратно, ни черта мы не пришли, путь продолжается. И сегодня его третья часть, от 15 до 22 года. Ох, думаю, вы все этого ждали. Именно сегодня мы поговорим, почему Польша не всегда стронг. Продолжим развивать тему хреновых пока релизов, что с завистью смотрит на своих консольных собратьев. Вспомним, как EA всех наебать пыталась. Кхм-кхм, снова. Вот такая солянка ожидается. Ладно, медлить некогда, материала реально много. Скомпоновали, прочитали и визуализировали его для вас сценарист Иван Косолапов. Актер озвучки Антон Киреев и монтажер Александр Кореев. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня вас ждет, возможно, последнее посещение испытательного полигона IJM. Будет больно и смешно. Погнали. Так, наши дорогие и уважаемые, почему все еще на Телеграм не подписаны? Это что, баг какой-то? А ну быстро исправлять, подходим к новой красивой цифре. 33 тысячи. Давайте не ленитесь, вам там понравится. А мы тем временем переходим к видео. Начнем с того, что не было упомянуто в прошлом ролике. Однако, что надо было упомянуть. Ведьмак 3. Дикая охота. Сегодня CD Projekt Red еще будет добрым словом описано в этом видео. Однако давайте начнем с чего попроще. С игры, которая водрузила поляков на Олимп мировой игры индустрии. Эта самая игра в своем первозданном виде была полна недоработок. Непрогрузившиеся модели, ошибки в анимациях, путешествие в страну за текстурья и самый известный баг, платва на крыше или еще хрен пойми где. Тут все пошло по наклонной из-за недоработанной системы телепортации лошади Геральта. И вот знаете, вроде и плохо, но сквозь призму времени ругать Ведьмака за все эти шраховатости не выходит. Проект еще шлифовали до идеального состояния. Заняло это около года, но результат определенно того стоил. И хоть по сей день можно споткнуться об ту же платву, которая забрела черт пойми куда, в общем и целом огромная Ведьмак 3 выглядит отменно, хвастаясь своими пейзажами. Да еб твою мать, ты что, снова? Ладно. Видимо, еще не все проблемные места исправлены. А ведь семь лет прошло. Ну ладно, просто сейчас у редов есть проблемы поважнее. Вот они ими и заняты. Но об этом позже. Сейчас давайте же перейдем к 2016 году. Вот вы помните Dishonored? Да-да, та самая игра 2012-го с прекрасным арт-дизайном, отличным стелсом, с занимательным миром и интригующим сюжетом. Культ, одним словом, который нынче принято вспоминать не иначе, как добрыми эпитетами. У этого культа есть продолжение, вышедшее в 2016-м. К сожалению, его исключительно в положительном ключе вспомнить уже не выходит. Все дело в версии для персональных компьютеров. Не успела улечься пыль, поднятая Batman Arkham Knight, о котором мы рассказывали в прошлом видео, как ее поднял очередной неудачный релиз на ПК, теперь от французов из Arkane. Там по себе проект собрал отличную прессу и мнение игроков. Хвалили механики, сюжет, проработку окружения. Однако в магазине дядюшки Габена новый Mersive Sim очень быстро ушел в красную зону, пока бояре жаловались на просадки фреймрейта, на постоянные зависания и гличи. Катастрофа заключалась в том, что глючила почти у всех. Согласно статистике, с проблемами столкнулись чуть больше 60% игроков. Однако владельцам видеокарт от AMD не повезло больше прочих. Здесь игра даже на минимальных системных требованиях выдавала чёрт знает что вместо графена и кукиш с маслом вместо нормальной кадровой частоты. Игру спустя месяц починили, однако осадочек остался. Плохое техническое состояние сказалось на продажах. Согласно отчёту от Bethesda, игра в финансовом плане провалилась. Даже после релизной стараний разрабов картины не изменили. У нашего следующего счастливчика ситуация противоположная. Там старания не канули в лету, однако и правили игру куда дольше, чем пара недель. Вы все его знаете. No Man's Sky. После того, как Шон Мюррей, директор разработки и глава компании Hello Games, наобещал с три короба всего, чего только можно и нельзя, игроки напряглись. А вдруг реально революция? На выходе оказалось, что до неё как от земли до неба. Притом того самого, в котором летал Мюррей, рассказывая про миллиарды планет и оригинальные биомы на каждой. Игроки быстро спустили гейм-дизайнера к почве, тем самым доказав, что небо реально не для людей. А? А? Поняли-поняли? Хе-хе-хе. Типа, небо не для людей. Типа, отсылка к названию, а? Ой, ладно. В общем, на релизе оказалось, что No Man's Sky – слабая адвенчура бестолкового сюжета и обещанного онлайна. Прогуливаясь по очередной однообразной планете, складывалось впечатление, будто баги тут вшиты в сам движок, отвечающий за генерацию флоры и фауны этих самых планет. Нелепые фигуры животных, проблемы с коллизией поверхности, неприлично затянутый геймплей и, куда ж без них, просадки FPS. Мы неплохо разобрали этого гадкого утенка в выпуске «Работа над ошибками», однако не вспомнить его здесь было бы преступлением. Конечно, сейчас у игры все неплохо. С 2021 года отзывы в Steam в основном положительные. Дополнение пилится по сей день, скоро появится релиз на портативной консоли от большой N, а также теперь сам Шон Мюррей, чуть не заслужив лавры Мулинье, раздает советы профокапившимся девелоперам. Однако в памятном 2016-м все было иначе. Почти 60% отзывов отрицательные. Казалось, будто отмыться от позора не получится, но шло время, биомы становились все менее кринжовыми, фризы все менее заметными, а механики прекратили удерживать и стали затягивать. Игра постепенно избавилась как от технических, так и от геймдизайнерских багов, тем самым превратившись в прецедент современной игровой индустрии. К сожалению, похожая судьба не ожидала нашего следующего представителя 2016-го года, хотя создан он был на исключительном фундаменте. Речь идет о «Мафия 3». Не поймите превратно. Игру починили… в определенном смысле, но на мнение сообщества это особой роли не сыграло. Тайтл на релизе признали худшим, что могло случиться с великой серией, и эта бирка не отклеилась даже после дефинитивного издания. Там-то разработчики убрали большую часть проблем, но поздно. Геймеров неизгладимо впечатлил релиз, а там был полный набор, смотря на который нельзя не смеяться. И летающие машины, и проваливание сквозь текстуры, и неполадки с анимацией, и появляющиеся из ниоткуда транспорт, и проблемы с искусственным интеллектом NPC, с погодой, ну и, конечно, легендарные баги с зеркалом, передающие привет высшим технологиям времен Дюка Нюкема. Не, ну серьезно, какого хуя тогда могли, а сейчас нет. Бред. Третья часть некогда великого сериала посрамила имя франшизы, однако вместе с этим неплохо так рассмешила игроков. Такой крупной недоработки еще можно было ждать от нового IP, но создать нечто подобное под именем знаменитой серии звучит как шутка, но ею не является. Проблем было очень много. Им посвящали посты и видео, с них угорали, и их форсили, распространяя славу Третьей Мафии как худшей из игр 16-го года. Однако за спиной внимания общественности остался факт, деньги на игру были потрачены, и издатель обогатился. А вот как-то работать дальше с поделкой что-то не торопился. Кроме того, позже выяснилось, что над ней во время непосредственной разработки трудились спустя рукава. Согласно материалу Катаку от 2018 года, концепцию видеоигры меняли несколько раз. Притом, издатель делал это в последний момент во время работы над проектом. То есть, вот заканчивают девелоперы какую механику, окончательно ее шлифуют, а тут приходит какой-нибудь чел из совета директоров и просит внести некоторые изменения. Как пример, изначально в игре была большая степень свободы. Геймер мог пойти напрямую к боссам, разве что сами боссы были не слабых. Но кто-то решил, что... как-то просто. И ввел гринд механику. То есть, понимаете, тут уже на этапе планировки общего геймдизайна были проблемы. При таких исходных не надо объяснять, почему проект вышел сырым. Мафия 3 — это образец того, как можно похоронить легендарную серию с помощью калатности. Тут на баг похоже все. Сюжет, геймплей, герои. Только они не веселят, а наводят скуку. Прочие же ошибки с осчитыванием текстур, ошибки с коллизией, странно расставленные триггеры, плохая оптимизация, уже может вызвать улыбку. Но как у этого счастливого Гарольда. Ничего нового. От этого и смешно и грустно. Даже в таком деле, как баги, игра — лишь еще одна посредственность. Веселая в первые пару десятков минут, а потом... Короче, 2016 год закончился не на самой лучшей ноте, больше напоминающей что-то из похоронного марша. А потому давайте перейдем к чему-то более позитивному. Раз уж вспомнили «Мафию», то давайте, дабы подсластить пилюлю, припомним себе и ее лучшие годы. Первую часть. Проработанный мир, глубокие персонажи, интересный сюжет. Да, умели тогда игры делать. Таких бы разработчиков до сегодня. Они бы не допустили, чтобы тайтлы недоделанными выходили. Хотя... Стоп. Вавра! Мужик! Вот че за дела, а? Знакомьтесь, дорогие зрители. Дэниэл Вавра — человек, который создал «Мафию», такой, какой ее любят и помнят. Этот же человек в 2018 году выпустил свою новую игру «Kingdom Come Deliverance». Задумка суперская. Реалистичный РПГ в реалиях богемии 15 века. Сюжет очень неплохой. Игрок продирается к верхним эшелонам власти, начиная от обыкновенного подмастерья кузнеца. Механики вообще улет. Все построено на максимальном реализме. То есть тут и в туалет ходить надо, и учиться читать по-настоящему. И сражаться, как Геральт из Ривии, снаскока не выйдет. Но вот реализация. Игра на релизе пестрила стандартными проблемами проектов, на которые авторы возложили столько, сколько лично не смогли снести. Короче, решили откусить кусок пирога сильно больше того, какой могли проглотить. Как итог? Фризы, просадки, FPS, вылеты и частые подтормаживания. Проблемы с путешествиями в подтекстуре, по крайней мере, меня особо не волновали. Кажется, что их как таковых и не было, но могу ошибаться. С тормозами я столкнулся, а вот прочего лично не видел. Чего на самом деле даже жаль, ведь там, оказывается, и луки мечами стреляли, и люди внезапному эксгибиционизму предавались, и еще куче всякой чертовщины. А у меня только частота кадров на нуле была... Тьфу, ты... скучно. Прессы игроки в основном хвалили игру, списывая технические недоработки, или на историческую достоверность. Ведь в 15 веке одежды и не было почти, мы все это знаем. Или на бюджет и локальность девелоперов. Но, как бы денег было на самом деле немало, около 40 миллионов долларов на игру потратили. Ранее упомянутый «Ведьмак» в своей третьей итерации стоил примерно столько же. То есть тут скорее правы те блогеры и геймеры, которые все же компанию Вавры журили. И хоть девелоперы в конечном итоге ситуацию более-менее поправили, неоднозначное впечатление засело в головах, не дав новому творению знаменитого чешского геймдизайнера повторить успех первой «Мафии». Хотя, как по мне, игра все-таки заслуживает того, чтобы ее запомнили. В отличие от Fallout 76, который хочется забыть как страшный сон... Однако на этом канале продолжают вспоминать об этой игре. И делают это настолько часто, что уже неприлично даже. Ввиду данного факта давайте по детищу Тодда Говарда пробежимся кратенько. Общая сырость, баги с коллизией, хреновое отображение моделей, всеобщее пропадание предметов, а еще ходячие по сети анекдоты, связанные с тем, как разрабы подключили скорость персонажа к чистоте кадров. Смех, да и только. Но геймеры, особенно фанаты, юмора не оценили. Сейчас игра выглядит куда лучше, чем на релизе. Это мы разбирали в специальном выпуске «Работа над ошибками». Однако это не решает ее фундаментальных проблем, что, в свою очередь, мы разбирали уже в спецвыпуске «Смерть Fallout». Там все неплохо расписано, так что за дополнительной инфой милости просим. А здесь нам лучше перейти к первому месту по всратости за 2018 год. И призером стал... The Quiet Man. Не игра, а батин анекдот. Неловкий и не смешной, но который обещал быть классным, ведь так презентовал его сам батя, приговаривая «Вот ща, ща круто будет». Подобным образом в рекламной кампании приговаривала и Square Enix, издатель проекта. Игра была анонсирована на E3 и на первый взгляд представляла из себя реально интересный проект. Глухонемой герой в центре повествования, отличный синематик, переходящий в катсцену на движке, неплохая боевка, все выглядело на уровне. А потом игра вышла. От подобного ноунейма ничего сверх не ожидали. Но тут даже серединка не оказалась. Проект – один большой баг сам по себе. Тут неполадки скрещены с геймдизайном, с реализацией сюжета, со всем, что делает видеоигру видеоигрой. Неплохо поставлены сцены между геймплеем – окей. Но их качество полностью перекрыто логикой происходящего, а точнее ее отсутствием. Вы только вдумайтесь, немой и неслышащий главный герой способен читать по губам и отвечать как здоровый человек всем, кто к нему обращается. Более того, каким-то невероятным образом он может читать даже то, что говорит человек под маской или в темноте. Спрашивается, какой тогда смысл недуга? А он зиждется на одной интересной детали, которой авторы заставляют геймера наслаждаться. Это полное отсутствие звука. Ни диалогов, ни музыки тут нет, по крайней мере на первом прохождении. Кхм-кхм, а больше это говно никто и не запустит. Вы не услышите, что вам говорят NPC, как и не услышите речь главного героя. Вы вообще ничего не услышите, тогда как центральный персонаж, судя по всему, окружающий будет воспринимать нормально. Это, блядь, что такое вообще? Зачем? Кому это нужно было? Как такое в принципе могло в голову прийти кому-то из сотрудников, казалось бы, уважаемой компании? По-моему, вот это самый главный баг игры. Ее фабула, ее геймдизайн. Классические проблемы с попаданием тел в текстуры, с некорректным отображением скелета, с реализацией переходов между атаками блекнут перед реализацией сценария. Игра забагована от и до. Пожалуй, худшее, что мы рассматривали в рубрике. Если вы не согласны, приглашаем в комментарии написать свое мнение. А мы тем временем переходим к факапу EA. Энзем. На русский это переводится как гимн. Но, судя по релизу, это скорее панихида. Отпевание умершего еще в утробе. Игра хвастала всем джентльменским набором херового релиза. Просадки, фпс, хреновые взаимоотношения с физикой тел, из-за чего были траблы со считыванием урона, общая забаговность и... Ну это уже удар под дых. Очень странные дела в кассценах. Модельки то пропадали, то появлялись, то растягивались, то вообще деформировались так, будто они и не люди, а лизуны из парка развлечений. Короче, это лучше увидеть. А потом осознать, что игра стоила 60 баксов. Первые несколько недель. Затем EA сделали скидку в надежде, что хоть как-то исправят ситуацию. Ничего не получилось, но они хотя бы пытались. Разработчики, кстати, тоже пытались. Например, патч первого дня реально исправил большое количество багов. Однако создал ряд новых, отчего игроки на Reddit даже создали специальное обсуждение. Там они сложили все найденные, уже новые баги и отправили разрабам. Неплохо так скооперировались, чтобы в едином порыве макнуть корпоративного гиганта в его говно, как малого котенка. Однако тому, как оказалось, было все равно. Когда авторы реально родили за свое творение, издателю было наплевать. Спустя некоторое время он объявил, что перезапустит проект, а потом и вовсе решил от него отказаться. Грамотная рекламная кампания, неплохой сюжет и интересные герои, которые отлично показывали умения BioWare, пошли в топку, на мороз, называйте как хотите. Главное, что все оказалось бессмысленным. И от этого злость прям брала. В игре виднелся потенциал, тем более, что за ней стояла такая известная компания-разработчик. Но история не любит сослагательных наклонений. А пока мы все перевариваем гнев на EA, давайте посмотрим на 20-й год. Он оказался ничуть не менее интересным. Рано или поздно это должно было произойти. Со старта сией череды роликов мы, да и вы тоже, понимали, что рано или поздно это творение попадет сюда. Как неприкаянный призрак, оно бродило из видео в видео, бессловесно наблюдая за братьями меньшими. Но вот, час пробил. Дамы и господа, встречайте. WWE 2K20 А вы уже расслабились, небось, киберпанка захотели. Подождите, у нас есть и другие игры. Творение поляков будет, но надо и прочим неурядицам 20-го года внимания уделить. И да, они были. Достаточно большие и показательные. Как пример проект 2K, посвященный рестлингу. Когда симулятор только вышел, все очень сильно прихуели. До этого файтинг хвастал куда лучшим качеством. Ответ на сию загадку кроется в том, что компания UKIS, которая пилила драки до того момента 20 лет к ряду, нашим объектом обсуждения не занималась. Хардкорный геймер был вынужден покупать за 60 баксов недоделанный продукт от ноунеймов, который издатель подал ему на лопате, надеясь, что тот сожрет и не разберется. Не тут-то было. WWE 2K20 пестрит багами всех мастей. Самый частый — неверное считывание коллизий объекта. Из-за этого модельки сплетаются в одно целое, входя одна в другую без СМС-регистрации. Смотрится это не только смешно, но и как-то неуютно. Будто невольную экранизацию манги «Дзюнзи Ита» поглядел. Или вот еще из неуютного. Бывает, что игра внезапно дублирует модели бойцов на ринге. Или неправильно распознает объекты и их расположение по отношению к персонажу игрока или неписи. Из-за чего старый кошмар из Assassin's Creed Unity начинает играть новыми красками. Да блин, тут даже лицензированные треки были написаны с ошибками. О чем в таком случае можно говорить? Игра просто ужасна. Однако под конец года ее факап перекрыл другой, куда более громкий пример, ставший нынче притчей в языцах. Вот он, дорогие зрители. Киберпанк 2077! Ажиотаж вокруг проекта был гигантским. Казалось, ни одну видеоигру с момента выхода GTA V так не ждали, как эту. И вот в декабре 2020 года дождались. Насколько мощным был хайп, настолько громким оказалось и падение. Сотни, если не тысячи багов на консолях. В Киберпанк нельзя было комфортно играть без мощного железа, которое, понятно, было не у всех. На заявленных же платформах от Microsoft и Sony польская подделка напоминала припадок эпилептика, а не игру от авторов Ведьмака. Последствия релиза были катастрофическими. Акции CD Projekt Red просели чуть ли не на 50%. Но что такое ценные бумаги по сравнению с преданными фанатами? Верно, ничто. И здесь у разрабов всё было ещё хуже. Доверие комьюнити почти сошло на нет. По сей день ребята отделываются от позора, но получается у них это с переменным успехом. Однако давайте сконцентрируемся на главном – багах. Список тут долгий, хоть и привычный. Те же проблемы со считыванием физических объектов, траблы с прогрузкой, непонятки с частотой кадров, одинаковые паттерны поведения для всех NPC, буква Т в исполнении жителей Найт-Сити, ожившие мертвецы, без голов, езда на призрачных мотоциклах и многое-многое другое. Если вам интересно посмотреть на всё это действие со стороны человека из индустрии, то гляньте ролик от XYZ. Там у человека, ранее работавшего на Юбисофт, спрашивают… А какого хрена? В плохом смысле проект расфорсился настолько, что в начале 21-го на Ютубе даже тренд образовался. Засними как можно больше смешных багов в киберпанке и набери просмотров на хайпе. И да, это работало. Люди смотрели и охеревали, не забывая при том смеяться. Охеревали от того, как такую игру в принципе выпустили. Смеялись от того, что она ещё и стоит денег. К слову о кровных. После провального старта Sony убрала проект из магазина, а всем желающим начала отдавать потраченную сумму обратно. Это не помешало набрать кассу, конечно, однако с точки зрения впечатлений видеоигра определённо провалилась. Вон, её даже на соседнее место Snowman's Sky поставили в музее провалов. Но если не мужицкое небо чинили, чинили и, наконец, починили, то вот киберпанк, судя по всему, оставят в том состоянии, в котором он пребывает сейчас. А что это за состояние, вы можете узнать из нашего спецролика «Работа над ошибками». Посмотрите, если ещё нет. В конце концов, надо руку на пульсе держать. А потому вот вам последние новости. Скорее всего, реды большую часть игры тестировали самостоятельно, а потому о багах знали хорошо. И да, они же ничего с ними не сделали. А может, просто ничего не успевали сделать. Ну, хорошо хотя бы, что у игры без преувеличения отличный сюжет, что всё равно не оправдывает поляков. Однако смотреть на них сегодня реально грустно. С момента злополучного релиза акции просели на 75%. И некогда лидеры польского игропрома нынче только вторые за авторами Dying Light. Интересно, как история будет развиваться дальше. От Battlefield 2042, в свою очередь, лично я ничего не ждал, поэтому меня весь тот пиздец с игрой не затронул. Однако понять тех, кто надеялся на качественный перезапуск культовой серии, я могу. И мне их искренне жаль. Ужасная реализация стрельбы, хреновое решение в левел и геймдизайне. Плохая оптимизация и общая сырость. Да, тут вы вновь найдёте все эти проникновения в текстуры и так далее. Ничего нового. Долгое время казалось, что единственным игроком в новой батле остаётся Антох и Логвинов. Но нет, недавно онлайн снова пошёл в гору. Да, это тот самый редкий случай, когда EA не обрубили концы, а реально решили принять бой. И, судя по всему, его выигрывают. Вот давайте себе припомним тот же Enzym. Игровой гигант не решался идти с играми дальше, если они выходили неудачными или геймеры осознавали, что их пытаются наебать. Но здесь почему-то решил. И, блин, может, таким образом даже лодки на воздушной подушке перестанут по вертикали передвигаться. Антон Логвинов перейдёт из разряда чудаков-агражуров в разряд профессионалы, которые способны предвидеть будущее на видеугровом рынке. Хе-хе-хе. Ладно, нашутились и хватит. Пора уже прощаться. А то ещё какой бред в голову придёт. Эту трилогию роликов про 21-й век мы заканчиваем на творении EA. Интересно, что могло бы оказаться в финале обсуждаемый век 20-й? А вам, дорогие зрители, интересно? Если да, то дайте знать в комментариях. А пока подпишитесь на наш Телеграм. Проверьте прочие медиа. ВК, ТикТок, Дискорд и Твич. А также подпишитесь на канал здесь. Поставьте лайк и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А они скоро. Ну, а до их прибытия не болейте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА